итак парни снова всех приветствую сегодня у нас будет обзор на небольшой ножника от компании актив нож производится финляндии первым делом пожалуй давайте рассмотрим ножны ножны как видно сделаны из кожи не самой качественной не самой упругой кожи принципе и об этом говорит цена ножа что за такие деньги ничего мы сверхъестественного не получим но при более подробном рассмотрении этих ножен я вам сказать вам сказать следующее что нужны конечно не долговечные но сделаны они несмотря на свою цену довольно таки неплохо отличная строчка заклепочка стоит на тот случай чтобы здесь нас ничего не разлезлась просто вы знаете когда финку загоняем ножны происходит расширение материала дренажное отверстие для воды шов при детальном рассмотрении оказался очень каче качественно нигде ничего не вылезло подшивать самому ничего мне не пришлось также в принципе для большинства современных ножен из кожи ножны с пластиковой вставкой здесь у нас очень все твердо сделано здесь же можно видеть мягенько все но если посмотрите ребята на свет то можно заметить темного цвета пластика ушка для ремня сделано таким образом что либо сделать подвес поставить колечко носить его в свободном положении либо вешать на какой-то карабин потому что лично все мои ремни суда не пролазит может были с обычные ремни будет он сюда принципе это можно засунуть вернее этот ремешок тиснение на коже или кого-то дятла вроде наберете сидит значит сама ушка для ремня неподвижно я думаю чтобы она дольше прослужила новость таки поставить колечко железное кольцо вставить и есть уже на ремешок с помощью кольца потому что как видите уже появились какие-то следы это морщины на коже появились в общем то я думаю что если носить его на ремне в конце концов все это порвется дело в принципе ребята сами можете посмотреть на качество ножен и пожалуй будем переходить к самому клинку клинок у нас ребят всего лишь 6.2 миллиметра 6 сантиметров и 2 миллиметра на клинке стоит ставил вроде ставил логотип компании нож с магазина был просто как скальпель также мне еще понравилось очень то что обувь сделал здесь не закругленный он очень агрессивный искра высекается просто на ура рукоятка ребят у нас сделана из карельской березы она пропитана и хорошо шлифована никаких заусинцев здесь мы не за год монтаж их видно сквозной в принципе классический заклепочка и все расклепан бойстри как видно из цветного материала сделан может быть бронза но и конечно скажу зачем такой маленький нож это нож на какой-то детский начинающих буйскаутов я вам ребят честно скажу этот нож я использовал в лесу про раз естественно что я ничего не потонил делать какую-то тонкую работу нарезал лучину нож справляется с работой просто ребята превосходно несмотря на его большую длину небольшую длину клинка у него очень емкая и объемная рукоять такой нож руки держать ребята просто одно удовольствие никакого наминания вообще не происходит им можно можно работать 24 часа без прижима никаких мозолей на тёрности руке не будет вот он для примера ребята фильтр компании море у нее длину длина клинка намного больше но рукоять здесь ребят очень тоненько таким ножом работать по древесине не очень комфортно она утопает в руке она узкая происходит надавливание натирание даже несмотря на такую длину клинка этот нож не настолько функционален как финка от акте в принципе ребят я сказал все по этому ножу я планирую в принципе если будет хорошая погода на следующие выходные то есть через неделю пойти в лес и пока конечно вам работу этого ножа на последок давайте посмотрим на книжечку которая комплектуется наборе с этим ножом резиночка какой-то мужчина что-то там творит с обратно на сторону указана твердость стали 59 по рокполу плюс-минус одна единица несколько языков в том числе ребят и русский вкратце здесь написано что нож сделан из углеродистой стали нужно за ним ухаживать потому что это углеродка по сырому дереву поработали нужно будет его протирать маслицем здесь написано растительным можно протирать и не доводить финку до полного затупления то есть немножечко ножиком поработали подправили с чем я конечно же согласен вот принципе такой небольшой коротенький обзор на коротенький нож ребят на этом все спасибо за просмотр до новых встреч ребят пока